Такие картин две. Одна у меня, одна у папы римского. Назарбаев подарил ему. Это мой кабинет. Ого! Тут одна веранда. Сколько тут метров? Вот здесь я ухожу, гуляю. Вид шикарный. Подскажите, куда мы едем с вами? Мы едем в поселок Путилича. Это под Алматой. Я хочу показать дом, куда мне привезли 13 миллионов долларов в рублях. Правда, целый камаз денег наличных прямо во двор. А здесь были первые такие большие деньги в вашей жизни. Да, это 13 миллионов долларов мне сделало предоплату правительства Узбекистана. Ну, вид шикарный, конечно. Вид, да, просто супер. Когда я пишу длинные тексты, я сижу здесь. Ого! Что это за экзоскелет? Это working station. Я могу в любом положении работать. Это удобно так? Могу работать вот так. Так. Можно я попробую посижу на вашем кресле? Ого! Ну-ка! Что-то спросить надо. Я уже так заволновался, что мы едем с вами в такое место. Не каждый день правительство Узбекистана моим знакомым привозят целый камаз денег. Это 93-й год и 92-й, 93-й. В те годы правительство само не знало, что делать. Что Казахстан, что Узбекистан, что Москвы. Они были все потеряны, на самом деле. Видишь, это тот же случай, когда, например, в те времена выстрелили не те бизнесмены, которые знали бизнес-инструменты, или что-то. А те, которые быстро адаптировались. Условно, тот же Березовский, он же был ученый, потом раз, быстро адаптировался и полностью бросился в бизнес. То есть если посмотреть всех российских крупных бизнесменов, то мало из них тот, кто прям изначально был бизнесменом. А у них, как правило, либо он как Березовский, Ходорковский, там ученые стезя была. Вы здесь проводите большую часть времени рабочего? Большую часть рабочего времени. А это вот я с гроссмейстером одним играю. Он гроссмейстер международного уровня. И мы с ним играем вот эту игру. Мы уже, наверное, полмесяца играем. То есть я постоянно в режиме. Он сходил, и вот его последний ход. Теперь я хожу, чтобы у меня, как появилась свободная минутка, я так хожу, потом думаю, так, что он задумал. То есть у вас правило такое, что у него лимитированное количество времени на ход, а у вас безлимитное? Нет. А как? У обоих не лимитированное. Это нужно мне для чего? Для того, чтобы думать о том, что думает другой. Чтобы понимать, что думает другой. Потому что проблема в шахмате в том, что люди в основном концентрируются на своих целях. А я это сделал специально, чтобы вот так переходить и думать за него. Где у меня слабости? Какие у меня были бы цели на его месте? Потом я обратно прихожу и понимаю, ага, у него цели такие-то, у меня слабости такие-то. Это мне помогает в жизни. Это не про шахматы. Это тоже такой тренажер для мышления. Мне в большей степени хочется про ваше сегодняшнее поговорить. Потому что про ваше прошлое интервью много. Да. Вот за обедом вы мне рассказали про то, что у вас несколько слоев, куда вы инвестируете. Один из слоев – это образование, инфобизнес. Что еще, из чего состоит сегодня ваша жизнь? Смотри, инвестиции – это у меня тоже как инструмент саморазвития. Потому что инвестиции заставляют меня изучать все тренды, заставляют меня размышлять, думать, куда сейчас потекут деньги, вообще во что люди инвестируют. И именно поэтому я выбрал сейчас две основные сферы – это онлайн образование и онлайн игры. Почему игры и онлайн образование я инвестирую? Потому что, как я уже говорил, мир ускоряется, мир усложняется, становится очень много неопределенностей. Есть такой закон – чем выше скорость, тем больше рисков. И таким образом именно во времена кризисов хорошо растет онлайн образование и онлайн игры. А почему игры? Потому что игры выполняют две функции. Первая функция – это таймкиллеры или помогает убить стресс и время. Но я туда не инвестирую. Есть второй тип игры – образовательные игры. А это самый лучший способ образования. Потому что в природе, мы с детства, эволюционно, если посмотреть, в природе есть два способа обучения. Если посмотришь, все котята, щенята, телята – все учатся через игры. И дети тоже учатся через игры. Поэтому игра – это, по сути, моделирование взрослой жизни. Второй способ – это когда наши предки раньше, сидя у костра, рассказывали о том, как он куда ходил, как завалил мамонта, куда надо ему бить, как валить и так далее. И это вот байки у костра – это второй способ, эффективный способ обучения. То, что в современное время называется стори-теллинг. Ну, стори-теллинг. Поэтому я инвестирую в эти две сферы. Во-первых, они антикризисные, а у нас кризис становится явлением сейчас перманентным. У нас, если раньше были волны кризиса, то мы сейчас вступаем в стадию ускорения, при котором кризис практически присутствует все время. Друзья, а вы задумывались о своем будущем? Маргулан Сесимбаев говорит об инвестициях как о вложении в свое будущее. Так же считает Алибек Жилгоспаев. Али Джи – инвестор с восьмилетним опытом и основатель Академии финансовой грамотности Инвестади. Они помогают людям с их финансовыми вопросами. Начиная от кредитов и бюджетирования до грамотных долгосрочных инвестиций и создания пассивного дохода. Его методы и подходы к инвестициям мне, как родителю, особенно интересны. Например, Алибек инвестирует в будущее своей дочери ежемесячно 50 тысяч тенге. Благодаря этому его четырехлетняя дочь уже имеет пассивный доход, который превышает минимальную заработную плату в Казахстане. И к 18 годам, по прогнозу Алибека, у нее будет накоплена сумма в районе от 140 миллионов до 420 миллионов тенге, которые будут приносить ей пассивную доходность в несколько миллионов каждый месяц. Алибек проводит бесплатные эфиры, где разбирает не просто на словах, а на фактах и цифрах каждый инструмент. От депозитов и недвижимости до акций и облигаций, которые приносят доходность от 20 до 40% ему и его ученикам. Если вы житель Казахстана, то я рекомендую на него подписаться и не пропускать эфиры. Ссылка в описании. Мне кажется, вы чемпион по количеству экспериментов над своим мозгом. А вот это что хотите показать, да? Это вот моя супруга привезли от родителей документы как раз вчера. И вот она вчера надыбала, вот она. Удостоверение правительства Москвы. И я был членом правительства Москвы, вот торговый представитель Москвы в республике Казахстан. А мы показать можешь, да? Да, конечно. Вот нормально, вот такой. Кушали плотненько. Да. Чиновник почти что. Да, правительство Москвы. Я тогда ездил, практически все мясокомбинаты, мелькомбинаты и пекарни, они, ну, а-ля подчинялись мне. Потому что они были государственные предприятия, и они все должны были мне. И началось с чего эта эпопея? Дело в том, что я поставлял много в Москву мяса и пшеницы. И они все время мне попадали в долг. И задолжали большую сумму. И я обратился к послу Казахстана в России. Это человек, который долгое время работал помощником Назарбаева. Селиванов его фамилия. И он меня познакомил с Гаврилом Поповым, мэром Москвы. А Гаврил Попов отписал Морозову. А Морозов был тогда министр продовольствия Москвы. Я тогда узнал, что существует правительство Москвы отдельное. Вот министр продовольствия. И тогда я, когда озвучил проблему, Морозов говорит, смотри, давай так, ты сам у них выбивай деньги. Я говорю, а каким образом? Тогда еще приватизация, ничего не было, 93-й год, что ли. Он говорит, а я тебя сделаю член правительства Москвы. А ты их собираешь на каждую понедельник в планерку. И трюч. И с них сам выбивай деньги. Я так и делал. У меня был самолет арендован Ту-154 по тем временам, мой персональный. А у моего зама Ту-134. Он летал по Казахстану, по областным центрам, а я летал в Москву в основном. Проводил заседание с ними и говорил, так. Мне поставили, сказали условие, что пшеницы должно быть не менее чем 100 тысяч тонн. Ты должен держать не снижаемый остаток и не менее 20 тысяч тонн мяса, чтобы продовольственную безопасность Москвы обеспечивать. И вот эти два требования, остальное говорят, делай с ними, что хочешь. И вот я летал для того, чтобы выбивать деньги. Поскольку во всех интервью как-то вот не удавалось людям точно спросить, я все-таки буду на эту тему еще вас спрашивать. Можно? М-м-м. Ну вот сколько вам нужно денег в месяц на жизнь? Учитывая, что у вас 12 человек персонал, 4 человека фамилии в офис. Желете тоже хорошо, ни в чем себе не отказываете, как вы сказали. Ну, то есть какая сумма в месяц достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать? Я из своего опыта скажу, что, например, на пике своего богатства я тратил в год от 10 до 12 миллионов долларов в год на содержание. Но из них было 5,5 – это яхта. А 3,5 – был самолет. Вот у меня уже 9 отлетело. Остается там от 1,5 до 2 миллионов. А 500 тысяч минимум уходило на вертолет. Вот остается 1,5-2. Ну, плюс еще там различная помощь, туда-сюда. Ну, я бы так сказал, в среднем 1 миллион 200 в год. Долларов? Да. И сейчас это примерно… То же самое. Примерно те цифры оплаты. То же самое. То есть в месяц достаточно 100-200 тысяч долларов, чтобы вообще ни в чем себе не отказывать? Практически, да. Практически. Ну, кроме собственного самолета и яхты, я понимаю. Да. А я вообще, ну, и вертолеты. И вертолеты. А с вертолетом, то где-то 1,5 миллиона, 1,7 миллиона. Я поэтому везде говорю, что больше 100 миллионов долларов даже не стоит зарабатывать. Потому что если у тебя есть 100 миллионов, ты разместил по 12% годовых, у тебя 12 миллионов долларов прибыли. 6 миллионов ты делаешь реинвестиции, 6 миллионов на расходы. Из этих расходов, что вот 1,5 миллиона содержание семьи, 4,5 остается. То есть тратят 2 миллиона на самолеты, остается 2,5. На месяц бери яхту 4 недели. Это 2 миллиона. Ну, и 500 на плюс туда-сюда. Вот поэтому надо все время работать над тем, чтобы понимать, куда идут деньги. Как инвестировать, в каком направлении. Какие тренды. Вот. Я часто людям говорю, дело в том, что я не смотрю на технические вещи. Я сразу определяю, смотрю, пытаюсь смотреть в корень. Я, например, вижу всегда так. Деньги всегда следуют за вниманием. Деньги всегда следуют за вниманием. Там, где внимание, там деньги. Поэтому я смотрю на рынке, читаю прессу и знаю, куда деньги потекут. Что на хайпе. Вот и все. Понятно. Соответственно, если где-то внимание, люди на чем-то сосредоточены, значит, вокруг того места можно заработать. Я знаю, больше всего, конечно, вас поражает, насколько вы адаптируетесь к реальности. Причем, я могу сказать, когда вы меня удивили прям по-настоящему. Когда мы познакомились. Мы с вами были на мероприятии у Миши. И вы так тихонечко там сидели. Не то, чтобы сильно проявлялись. Но поскольку там, значит, мастер-майнд и все там друг про друга что-то говорят, я увидел, что у вас есть тетрадочка была, в которой вы про каждого писали заметку. Кто что умеет. Поскольку там все про меня говорили, что я в команде разбираюсь, у вас была заметочка. Подходите ко мне тихонечко, без привлечения внимания. Там, Павел, каких рекрутеров можете посоветовать? Я вам что-то сказал, все. Я смотрю, у вас по каждому человеку вот так вот прописано было. То есть, видимо, вы, ну и может не по каждому, но по какой-то группе людей, кого вы там заметили, посчитали интересным, вы подошли к нему и так со всех собрали информацию. В итоге я смотрю, вы, значит, со мной на Ютьюбе снимаем, получается. Значит, там какие-то контакты я вам дал. Вот того, то, того, то. И вы всосали в себя все самые полезные контакты. Всех самых полезных людей. Они вам теперь все помогают в вашем бизнесе. Ну, потому что вы, понятно, человек там и медийный, и интересный, и так далее. И как раз, вся реальность вокруг вас. При этом, ну, средний возраст участников там, ну, на 20 лет помоложе, чем вы. Да. То есть вы на 20 лет старше, но быстрее, живее и адаптивнее других соображаете. Жизнь научила. Здесь я планирую свои путешествия и экспедиции по Казахстану. Вот я маркером отвечу. Смотрите, отдельная комната для планирования путешествий. Да, путешествия, экспедиции и так далее. Ну, как ситуационный центр, говоря, ситуационная комната. Вот я здесь планирую, здесь вот эти все мелочевки, здесь пишу. Здесь все альбомы. Почему они здесь? Потому что они сейчас проходят переделку. То есть мы новые альбомы, в новые альбомы. А что альбомы, это что за альбомы? Фотографии все, фотографии. Всех ваших путешествий? Да, это комната ситуационная, и я еще называю это комнатой а-ля музей. Вот здесь вот то, что остались. Вот можете подойти поближе, посмотреть. Вот, например, вот такая, видишь, Альянс Банк. 704 миллиона долларов я получил. Это что такое? Это за продажу акций? Да, я продал 17% акций Альянс Банка, своего банка. 704 миллиона кэшем получил. Вот это вот, как сказать, статуэтка? Всегда, когда ты делаешь большое привлечение, либо продажа, дают тебе такую статуэтку. Можно потрогать? Да. Вот так. Кредит сюзи и без. Знаете, моя прелесть. То есть, еще раз, вы, когда получили 704 миллиона долларов кэшем, на счет вам пришли? Да. На банковский счет? Да. Банк офигел уже сам по себе, да? А или это было, ваша же и банка была, да? Ну, мой банк и был, да. Удобно. Все, понял. Тогда банкиры, да, люди, которые работали у вас, не сильно удивились. И вот такую штучку дарят, да? Да. Ну, это вот кредит сюзи и без. У меня два, это, и без. Причем, говорите, чтобы не забыл, да? С каждой стороны написано 704 миллиона. 704 миллиона. То есть, с какой стороны? А, это разные языки, точно, да. На английском, на английском, наверное. Ну, деньги-то одни. Да. Класс. Это самая большая сумма, которая вам пришла, единый момент, на насчет? Мне, да. Вам лично, на ваш лично. Сколько вам было лет тогда, когда самая большая сумма на счет упала? 39. 39 лет, да? То есть, у меня 36, еще чуть-чуть у меня есть запас. А, друг, это 2007 год, мне, я 26, что, 41. О, тем более, спасибо. Шансы еще побольше. Пять лет буду работать. Да, но вот это я сделал 425 миллионов, это 39, наверное. Хорошо. Марулан Сесимбаев регулярно говорит про важность инвестиций, особенно инвестиции в ваше будущее. Меня зовут Альбек Жалгасбаев. Я являюсь основателем самой крупной в Казахстане Академии по финансовой грамотности и инвестициям Инвестари. С нами работают школы, университеты, образовательные центры, крупные предприятия, государственные органы и, конечно же, о нас пишут в медиа и ТВ. За мой опыт работы с людьми я выявил, что у людей есть две проблемы. Нет денег, что делать, и есть деньги, что делать. На своем примере и примере моих студентов и читателей я показываю, как грамотно управлять своими финансами, чтобы денег хватало, как легко вести свой бюджет, чтобы деньги были и сейчас, и не думать о будущем, как избегать дорогих кредитов и как направлять часть от своих накоплений, чтобы создать пассивный источник дохода. Я также регулярно провожу эфиры на тему инвестиций в Казахстане, выход на пассивный доход, лайфхаки по финансовой грамотности и так далее. Кстати, на один из таких эфиров сейчас я вас приглашаю, где я на фактах и цифрах разберу и сравню друг с другом доходности по депозитам, недвижимости, золоту, акциям, облигациям и другим финансовым инструментам. Переходи по ссылке под данным видеороликом, зарегистрируйся на эфир и возвращайся смотреть ролик с Маргуланом Сисимбаевым. Так, можно узнать, что там? Голожок, настоящий голожок. Никто не открывает. Похоже, что там не живут. Ну, ничего страшного. Ну что, вот за этим забором находится дом, в котором вы жили. Смотри, когда мы переехали в Алмату, первый дом, который мы купили, это вот этот дом. Мы переехали, родители жили тогда в Турканьской области, мы переехали, это был наш первый дом. Отец купил, мы здесь жили. С этим домом связано очень много у меня, потому что здесь жили родители, и мы все четыре брата с женами, с детьми жили в этом доме. То есть нас мать не отпускала, мы все время вместе жили. И мы в этом плане очень дружны, братья и тетя. Поэтому это вот этот дом. Я помню, тогда это была еще просто деревня, поселок. Вот здесь речка. Моя дочка здесь, вот баба Аня, где жила. Там они телят пасли. Так, ну что, сколько раз в твоей жизни у вас было интервью на фоне почистой свалки? Да? Нормальный фон. Так что по-разному было. Классно. Хорошо. Ну мы отошли, потому что там было шумно. Там находится дом, вот буквально вот здесь за стеной, где мы не смогли зайти, зеленый забор. Это вот тот самый знаменитый дом, где вы прожили сколько лет? Ну где-то пять лет. Пять лет. С этим домом связано у меня много событий. Одно из событий, например, когда нас один парень заказал, нас братьев. И вот дом я показывал, соседний дом бабы Ани. Они залезли на сарай бабы Ани, ждали нас. А там есть дом, а сзади мы поставили юрту. И вот это двор освещаемый. И там у нас было два, две бойцовые собаки ходили, туркменские алабаи. Мой старший брат увлекался ими. И вот они ждали, эти киллеры нас ждали, не дождались. Мы в это время смотрели боевики, карате тогда было популярно в юрте. И они не дождались и расстреляли наших собак с автомата Калашникова во дворе. Это был, по-моему, 94-й год. Ну и как положено, любому порядочному человеку. Что? Что это? Вы как Джеймс Бонд? Это комната сейфа. Прям секретную комнату такую. Вот это, да. А что это такое? Это комната сейф и архив. Она сама, как сейф, вся комната. Внутри еще сейф. То есть у вас там что-то драгоценное хранится, да? Да. И вот посмотрите, уголовные дела в сейф. Это все ваши уголовные дела здесь сохранены? Да. Которые против меня были возбуждены. Ой, давайте посмотрим, что они в этом. Все допросы. Дождите, сколько их? 95, правильно? Да, все допросы. Подождите, вы все 95 уголовных дел как бумагу распечатали или как вы это сделали? Нет, это не 95 уголовных дел, это тома уголовных... У меня было 7 уголовных дел. 7 уголовных дел и это все документы как дофязательная база, да? Почему мы решили это сохранить так? Ну вот смотри, я 7 лет судился, и здесь все доказательства, все свидетельские показания, все документы, все экспертизы, все здесь, для чего я храню, потому что когда Казахстан, иногда периодически они опять что-то поднимают, у меня все здесь просписано, все доказано. Это защитный актив. Да. Вот, пожалуйста, вот можете посмотреть все решения английского суда. Нонсенс. Я никогда такого не видел. Ну, никогда. Нет, чтобы вы просто понимали, я догадываюсь, что вы допускаете, что вы немножечко необычный человек. Ну вот смотрите, мы снимаем наш YouTube, каждую неделю у нас выходит полуторачасовый фильм. Мы были в Японии, Шри-Ланка, Южная Корея, Израиль и так далее, и так далее. Дубай снимали от шейхов до бомжей, миллиардеров, дорогущие дома за десятки миллионов долларов. То я ничего подобного не встречал. Вот ничего подобного. Это самый странный дом, где я был. Пойдем. Я думал, что после дома за 68 миллионов долларов с шикарнейшим видом Монако, меня мало чего удивит. Но это, конечно... Знаешь, это вопрос даже не цены дома, а что внутри. Что внутри важнее. А за что вас заказывали? Дело в том, что у меня был один сокурсник, который очень умный, был отличником и так далее. Он в 89-м году еще, он занимался уже компьютером, поехал в Москву выбивать долги. И когда выбивал долги, тот сказал ментам, менты его повязали, он получил срок. И потом, когда вернулся, он пришел ко мне, говорит, Марглан, от меня все отворачиваются, как от прокаженного. От прокаженного отворачивается, помоги мне встать на ноги заново. Ты же знаешь, я способен, я смогу. Я все порву, но я смогу это сделать. И я ему дал займ 1 миллион долларов наличными. Ну, чисто так. И он не вернул. Он не вернул и начал избегать всячески. И потом решил нас заказать. И вот они расстреляли собак. Потом второй раз уже покушение было в офисе. Когда мы приехали в офис, там моего брата стреляли. Ну, мы вышли с машины. Я пошел через парадный вход, а брат через второй вход. И начали с него стрелять с автомата. Потом он забежал в офис. За ним забежал этот киллер с пистолетом ТТ. Два выстрела в упор. Ну, благо брат выжил, ну, на вылет грудь, ногу пробил. Охранник побежал, он в охранника. Вдоль спины пуля прошла. И у него пистолет ТТ заел. Представляешь, самый надежный пистолет заел. И, ну, потом его поймали этого киллера. Киллера. Да. Ну, это вот одна история, связанная с этим домом. А можно, вот здесь хочу прояснить немножечко. Потому что я эту историю слышал тоже. И хочу узнать детали. Вот вы часто говорите, что все, что делаете, вам потом возвращается. Ну, вот я тоже людям дал в долг. И у меня тоже есть случаи, когда люди не возвращали. Тьфу-тьфу. Ну, почему-то не возникало ни у кого идеи потом киллера нанимать. Может, вы как-то жестко требовали с него? Может, вы ему угрожали? Что вы такого делали, что он не просто не возвращал и убегал, да? А хотел, кстати, наброситься на вас. Убит практически же вообще. Он не возвращал деньги, а все время отхватывал, кормил завтраками и так далее. И мой брат говорит, он тебя дурит. Он тебя дурит, и он поехал, на него наехал. Ваш брат наехал. Да, пригрозил, типа, мы подключим людей и так далее, и так далее. И вот он убежал. Убежал и заказал. Понятно. Поэтому это вопрос такой, ну, я продолжал ему как доверять, но брат говорит, вот он, ты каждого завтраками кормит, кормит завтраками. Это бесконечно там и так далее. Хорошо. Ну, и потом надо понимать, это 90-е годы. Очень много было мошенников кидал. Тем более, я не учел тот момент, что он с тюрьмы откинулся. Соответственно, у него там моральных принципов, знаешь. Поминяться. А в то время, тем более, заказывал человека 10 тысяч баксов было. Он посчитал экономику, экономика, юнит-экономика была у него шикарная. Поэтому я бы даже не сказал, что это больше из-за угроз брата. Но это был бы тоже, это был тоже триггер определенный. У меня еще фонд был. Ну, вот мы, во-первых, построили школу Хеллиберии, вот документы. А вот еще фонд. И вот смотри, сейчас я смотрю, интересно, справка о доходах за отчетный период с 1 января, за полугодие, короче, за полугодие. И смотри, я получил дивиденды в 7 миллиардов 34 миллиона долларов. В тенге, это тогда был курс 25, 280 миллионов долларов я за полугодие получил дивиденды. 7 миллиардов это в тенге, чуть-чуть вы говорили, а в долларах это? 280 миллионов долларов. Вот. А справка с тех времен еще. 280 миллионов долларов, это у меня были полугодовые дивиденды. А ты же понимаешь, что такое дивиденды? Это прибыль, уплаченная после уплаты налогов. За полгода. 280 миллионов долларов. Я зарабатывал больше 7 миллионов долларов в день. Но я побил рекорд в 2007 году, я зарабатывал, а я заработал 1 миллиард 150 миллионов долларов чистой прибыли на банки, на всю группу. Кэшем, ну... Выболоченные уже. Да, живыми деньгами. Вот ты видел 705 миллионов долларов. 704. Да, от продажи акций. 350 миллионов долларов я получил, операционную прибыль только в банке. Это уже миллиард 50. И 100 миллионов долларов я получил от прочих всех своих компаний. Миллиард 150 миллионов долларов чистой прибыли я получил за год. Это примерно 3 миллиона долларов в день я зарабатывал. 3 миллиона долларов в день. Что вот в тот момент вы чувствовали? Вот прилетает, такие деньги огромные, их потратить даже уже невозможно на себя никогда. Что было внутри? Эго? Радовалось? Да нет. Или что? Или спокойствие было? Я бы так сказал... Какой процент людей на планете испытывают такие ощущения? Какой, в принципе, там же миллиардеров, там 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. То есть даже не процент, не десятая процента, да? А там какая-то десятитысячная процента. Ну, условно, миллиардеров сейчас в мире где-то 1300. Вот 1300 человек из 8 миллиардов. Это же копейки. Но здесь хитрость... А то дивидендами, извините. Ну, то есть крышом, да? То есть даже не виртуальными. Я думаю, что если посчитать, сколько реальными деньгами, потому что по стоимости акций, там их может быть и тысяча. А вот чтобы в кармане... Да, ну таких может быть сотни, две, три. Это же вообще нонсенс. Да, потому что из этих 1300 с чем-то миллиардеров, там в основном за счет стоимости компании. Ну, конечно, ну, как бы не в кармане. Да, живыми деньгами, наверное, человек 100, может быть, 200. Ну, я особо не парился, честно говоря. Ну, это же такое на нервную систему, на внутреннюю психологию, на вот эту... На самом деле это кажется. Спокойно. Я же говорю, я же и к проблемам отношусь так же спокойно, и к богатству отношусь так же спокойно. То есть для меня... Вот я хорошо помню, я сделал IPO. Мне упало 705 миллионов долларов на счет. Вот я пришел, я тогда жил в доме, 300 квадратных метров. Моя яхта в пять раз была больше дома. И он пришел во двор и говорит, ну, что, как, как? Я говорю, что, как? Он говорит, ну, как, как? Что чувствуешь? Что сейчас чувствуешь? Ну, а мы на качеле сидели. Я говорю, ну, как? Качели скрипят, говорю. Он говорит, блин, я не про это, про... Ну, про деньги. Я говорю, я ничего не чувствую. Что я должен чувствовать? Я неделю назад был такой же, приехал такой же. Ну, да, съездил, IPO сделал. Но это же не в один день, не в лотерею же выиграл. Это работа, я знаю, что так должно было быть. Ну, как бы... Или там Андрей Федорович меня спрашивает, говорит, вот ты на яхте вечером на закате. Смотрел на закат. Что вот вы чувствовали? Я говорю, ну, я чувствовал, что я на яхте вечером. Ну, вот так. Ну, нету. Вот это... Не, ну, на яхтах, ну, кто катался? Ну, миллиард долларов кэшем за год, ну, это чуть-чуть другая ситуация. Ну, чуть-чуть отличается. На яхте закат встречает сотни тысяч людей. Ну, не сотни тысяч, но... Да не, ну, на круг за год, там, кто-то там аренду взял. Ну, в аренду, да. Именно в этот дом мне привезли предоплату 13 миллионов долларов на КамАЗе ночью с Узбекистана. Один парень, Узбек, он привез. Ночью я вышел в 11 или в 12 ночи, не помню уже. То есть целый КамАЗ денег. Он говорит, вот, Марглан, я приехал к тебе, там, то, сё, франкоконтракт. Я говорю, что такое? Он говорит, я привез предоплату. Я говорю, в смысле привез предоплату? Он выходит, КамАЗ, ладья, открывает. А тогда между странами, нашими СНГ, не было границ, не было таможни, ничего не было. Наши только гаишники кошмарили, и всё. Гаишники были, коры беру. И вот он привез, я говорю, в смысле предоплату? Он открывает дверь, хорошо помню, вот так открывает, и оттуда лук сыпется. Я говорю, ты что, лук им привез, что ли? Он говорит, нет, нет, это лук, чтобы от гаишников. Откопали лук, и сзади стоят коробки-коробки денег, наличных рублей. И это вот 13 миллионов долларов предоплата. Сколько это по объему? Ой, это было... Если вот с этим контейнером сравнить, половиночка? Поменьше? Ну, не знаю, наверное, одна треть минимума. Одна треть этого контейнера, вот так всё денешь. Да, это минимум. Ну, так КамАЗ меньше же. Ну, да, да, да. Ну, вот, короче, передняя часть, это... Боже мой, у меня чисто технический вопрос не держит. А как вы потом пересчитали? Вопрос такой, в то время было очень популярно, такие, только появились машинки. Счётно. Счётно. Не считая. Это чудо техники по тем временам. И вот мы применяли, во-первых, машинки, во-вторых, более того, мы... Я в ту же ночь собрал всех своих замков, ребят и так далее, и мы по городу, по всему городу ездили, коммертировали их в доллары. И у нас у всех тогда был такой жилет шахида, мы называем. Но тогда мы не знали, что это шахида. Мы просто назвали жилеты. Были жилеты, я хорошо помню, из белой просто нешитой. И куча-куча карманов на спине, везде-везде-везде. И мы пачки-пачки долларов. И для того, чтобы закупать пшеницу, мои ребята выезжали по областям с такими жилетами. И за наличие покупали пшеницу там. И вот наша задача была быстро конвертировать эти деньги опять в доллары. Потому что рубль жестко девальвировал. И они выезжали, закупали пшеницу, обгружали. Сколько из них был ваш заработок? Потому что вот про эти 13 миллионов долларов все знают. А вот сколько из них ваших было? Какая прибыль-то была? Прибыль была большая. Я скажу, контракт был по 112 долларов за тонну. Себестоимость у нас была, мы закупали по 27 долларов. А транспортные расходы тогда были, наверное, полдоллара. Потому что транспорт мы вообще не считали. Это железнодорога еще советские. Никто не считает. Мы не знали, что транспортные расходы могут быть расходами какими. Для нас сказал бы, вот товар чего-то стоит. А как может транспорт чего-то строить? Вообще его даже в расчет не брали. Вот считаю, вот 27-30 долларов себестоимость, 112 выручка. Вот считаю, что мы зарабатываем нисколько. И когда у вас, получается, ну, десяточку вы заработали почти? А, да, примерно. Десять миллионов долларов, это уже такая солидная сумма. Куда вы потом инвестировали? Самое интересное, я заработал десяточку. Но я их не видел, потому что на эти деньги я опять закупил зерно. Потому что контракт был на 400 тысяч тонн. Я закупил и отгрузил уже на 25 миллионов долларов. А вернее, как, не на 25, 13 я отгрузил предоплату плюс 12 сверху. Итого на 25 миллионов я отгрузил. Потому что я же логически исходил так, чем быстрее я отторваниваю контракт, тем больше заработаю. Поэтому я взял на всю прибыль, отгрузил 12 сверху, откредитовал правительство Узбекистана. И тут оно перестало платить. И мне пришлось ехать, договариваться с авторитетами узбекскими, потом с российскими бандитами. Потом вышел на Мишу Черного, Миша Черный, Лева Черный. Это кто такие? Это олигархи, которые контролировали в Израиле. Миша Черный жил, я туда ездил, в Израиль. Они контролировали в России практически, в Казахстане, в СНГ почти все. То есть, например, Дерипаска, это был директор Красноярского филиала. Вся наша евразийская группа, это были топ-менеджеры казахстанского филиала. То есть им принадлежала почти вся металлургия России. Большая часть нефтянки, металлургии, короче, весь алюминий. Все я принадлежал. Над олигархи, можно так сказать. Это были суперолигархи. Большинство нынешних олигархов России, они на самом деле либо партнеры, либо менеджеры этих ребят. А что еще с этими людьми? В Казахстане у них бизнес отмели. В России тоже подметали. Короче, у них подметали все. Что-то наверняка осталось. Ну, конечно, конечно же, это миллиард веры. Вот это все мои сертификации летные. Я пилот восьми типов вертолетов и одного типа самолета. Подождите, вам 375 лет? Как вы успели это? Ну вот, вы сделали кучу компаний, продали. Да. Получили восемь сертификатов разных вертолетов. Да. Я, наверное, один из немногих людей в мире, который имеет такое количество сертификатов. До опуска у меня шесть вертолетов. Просто я все вертолеты, которые покупал, я на все переучивался. Соответственно, вот я купил август 139-ю. 15,5 миллионов евро стоит вертолет. Я думал, а с хера ли мой пилот только будет ездить и кайфовать? Я не хочу сидеть пассажиром. Я буду пилотировать. Я научился на него и так далее. Но вообще эта история интересна тем, что я боялся летать. И я начал анализировать, почему я боюсь летать. Я понял такую вещь, что я боюсь того, что я не контролирую. И тогда, особенно в самолете, когда он летит, я думаю, сейчас движок через облака летит, вода забрызгивает, свечи забрызгивает, заглохнет, либо там крылья обломятся и так далее. Я пошел, записался в аэроклуб. Прошел теорию с пацанятами. Потом мне говорят, ну вы теорию четыре месяца прошли, давайте отлетайте, 50 часов сертификат получите. Я начал на Як-18 отлетал. И вот когда я сдаю экзамен, я уже лечу, рядом инструктор сидит. Я лечу и на посадку иду, сел. Он говорит, все классно, но ты, говорит, не самолетчик. Я говорю, в смысле, не сдал, что ли? Он говорит, не, не, сдал, все прекрасно, но ты не самолетчик, ты вертолетчик. Ты давай, говорит, переходи на вертолет, на Ми-2, советский еще. Я тебе научу. Я говорю, откуда это? Потому что вертолетчик руками-ногами может асинхронно двигать. И одновременно. И я перешел на Ми-2, отучился, получил сертификат Ми-2. Потом летал на Ми-2, но он такой этот ненадежный аппарат. Потом думал, куплю еврокоптер. Купил еврокоптер, думал, надо переучиться на еврокоптер. И вот так покупал, покупал, апгрейдил, апгрейдил. Каждый следующий вертолет переучился, переучился. И в какой-то момент вот стал таким. Вот все сертификаты. Вот сертификаты. Это все тоже, да? Все вертолеты, это все вертолеты. Так. А вот это вот интерес. Легендарные идут. Вот это, во-первых, то, что мы на Килиманджаро сходили с супругой в прошлом году. А вот это вот тендер тот легендарный. И вот здесь их предложение. Еще логотип МТС такой был. Да, вот предложение. Вот последнее было 380 миллионов. И 45 миллионов я поднял их устно по телефону уже. Вот. We propose the purchase price for shares based on 380 миллионов долларов. Это Beeline пишет. Кстати, не все знают, что Beeline, это же от пчелы B. И раньше у них был логотип с пчелой. Да, да, да. Сегодня мы уже не все должны знать, почему черно-желтые полоски. Исходящий номер. Ну, здесь это не один лист. Там сзади, видишь, я просто все письма вот так приложил. Зачем вот это вы сохраняете? Ты знаешь, это я специально не сохранял. У меня очень много артефактов потерянных. Ну, мне там, условно, в 2008 году президент Назарбаев пришел ко мне на день рождения в этом. И отмечали в ресторане «Дивонг». И мой день рождения там отвечали. Помню. И он мне, например, подарил, снял шею, галстук, заколку и так далее. Потерял. У меня куча вещей. Там Насим Талиб подарил еще что-то. И я все куда-то забрасывал. Я вообще такой безалаберный в этом плане, что не храню историю. Это вот эта супруга все еще сохранила. Что-то где-то лежала на бумаге роется и говорит, о, это твоя жена. И вот это она буквально вчера повесила. Вот это вот, чтобы показать, что у меня 1200 часов налета. И я был реальный пилот. И есть, смотри, все мои медицинские карты. Сколько вы сказали? Тысяча? 1200 часов. Где-то чуть больше 1200 часов налета. И вот посмотрите. Я понял. Вы просто не спите. Как это возможно? Медицинская книжка, видите, 2003 год. Здесь все анализы, все-все-все. Если кто-то думает, что у него много дел и запланированный календарь. Да, да. Если кто-то думает, что много дел. Стоит этот момент перемотать. Мы не сняли еще. Там у меня же много кубков по гольфу еще. А гольф это такая вещь, что один сеанс игры, четыре с половиной часа. Маргулан, вам нужно оставить хоть немножечко возможности мне дальше сегодня уснуть. Понимаете? Да, но я не в отношении, я говорю людям, которые считают, что они заняты. Людям там, смотрите, им картинки с интернета смотреть, понимаете? Это как бы интересно и увлекательно. А я здесь нахожусь, понимаете? Мне потом жить с этим. Да, вот люди, которые считают, что они суперзаняты. Вот можете себе представить, что восемь типов вертолетов и один вид самолета. И это все действующее. И это сдавать кучу медицинских комиссий ежегодно. Ездить в Германию на тренажеры, сдавать экзамены. Готовиться к экзаменам. Все это на английском языке. Куча кубков по гольфу, на которых надо тратить вообще неимоверное количество времени. Ну и по пути бизнеса. Я кое-что понял. Знаете, есть такой термин «раскрыть героя». Я понял, что вы тот герой, который просто невозможно за один выпуск раскрыть. Вы просто невозможно. Вот физически. Мы снимаем, 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 снимаем. Просто это бездонная бочка. Сколько уже, сколько можно? Я уже думал, ну все, уже мы приближаемся к финалу, а это мы только не обрезнули мороженое. Паш, 56 лет я живу на этом мире, понимаешь? Понимаете, мне 36. То есть мне осталось 20. Чтобы все это догнать. Вот я сразу тебе подарю книжку. Вы еще и книжку написали, да? Да, книжку написал. Подарю книжку, где как раз я пишу «Миссия выполнима, технология счастливой жизни». И здесь я переселяю свои принципы планирования. Вот есть такое понятие «потоковое планирование». Я ввел такой термин. Кайзен планирование, потоковое планирование. Это, условно говоря, я изобрел. Это не такой системы планирования. И управление энергией здесь есть, power management, как управлять энергией. Потому что в этом мире главное не время, а энергия. У тебя может быть время свободное, у тебя может быть планы, цели. А если энергии нет, ничего не добьешься. Просто люди смотрят на время и думают, это ограниченный ресурс, поэтому оно самое ценное. На самом деле, все самое ценное для нас, оно либо бесплатно, либо дешево. Например, воздух. Без воздуха мы проживем 6 минут максимум. Воздух бесплатен. Вода почти бесплатная. Либо бесплатно, либо дешево. Дальше сон бесплатный. Ну вот все, что нам действительно необходимо, еда. Ну очень дешево стоит. А все, что нам не нужно, вот бриллианты, миллионы долларов стоят. Шоколад, кофе, без которого мы проживем, очень дорого стоит и так далее. И вот у меня здесь есть управление энергией. Артемий раздел. Благодарю. Благодарю. Автограф нужен. Автограф. Ну, автограф давай. А давайте мы знать, что еще. А можно я вас две попрошу? Видишь, у вас там есть несколько. А вторую мы разыграем. Давай, давай, да. А то как-то. Но с автографом тоже. Давай. Давай. Давайте вот эту разыграем. Или вы уже, Паша, пишут? Ну давайте. Гетельман. Через Е или нет? Е-И. Гетельман. Кстати, вот кто пишет Гетельман в поиске, я слежу за вами. Какой процент людей пишет Гетельман? У меня через Е фамилия. Все, принято. Значит, давайте. Чтобы не слиться, чтобы не слиться, значит, беру на себя обязательство. Мало того, что прочитать, а отчитаться вам в личные сообщения о том, что ты сделал. Ты знаешь, я не переживаю за это, потому что ты читать это будешь для себя, а не ради меня. А я для себя и сделаю, чтобы, как вы сказали, завершение должно быть. Так, это вот мне. Потому что, ну, по крайней мере, по отзывам люди говорят, что это очень крутая, полезная книга. Так. Я, конечно, сам более скептически к этому настроен. Но люди говорят... Я, по крайней мере, как книгу выпустил видео «Казин планирования как основа счастливой жизни», первое видео. И оно набрало там несколько миллионов, то ли 7, то ли 5 миллионов просмотров. И потом я на основе ее создал систему планирования, потоковое планирование. Как именно выстраивать процессы в поток и как их выполнять. И вот здесь. Ну, что я должен сказать. Вы человек, который мы выяснили не по одному параметру, по доходу за год, по количеству сертификатов на вертолет. Я уверен, что еще найдется парочку параметров. Вы точно входите в сотню самых уникальных людей планеты. Это однозначно. Отсюда не имеет значения. По-моему. И вот, значит, у наших подписчиков есть возможность эту книжку получить с персональным автографом. Я сразу правила давайте озвучим. Предлагаю следующее правило. Поскольку мы с вами уже стараемся, чтобы полезно дать материал, да, какие-то идеи, вдохновения, инсайты, то, что называется, или решения. Я предлагаю так. Те, кто нас смотрит, в комментариях пишут самое большое открытие, да, инсайт, которое они делают по результату просмотра. Дальше. Люди читают комментарии друг друга, лайкают наиболее понравившиеся. Это тоже позволит еще раз поглубже материал изучить. И 20 комментариев, кто наберет самое большое количество лайков, мы с вами из них выберем одного уже сами. Да, уже тут наша ответственность будет выбрать, да, чтобы там точно не прошел какой-то спамер, так сказать. Вот. Выберем наиболее интересную, и мы доставим эту книгу. Хорошо. Договорились? Все. Поэтому в комментариях напишите главное открытие, инсайты, которые вы взяли с этого видео. И книга от человека, который реально входит, ну, может, не в сотню, но в тысячу точно самых уникальных, хотя он стесняется этого, вот с персональным автографом, вот это вот мы вам ее лично доставим. Поэтому я хотел бы добавить, друзья, самое главное в жизни не успех, не достижение, а чтобы ваша жизнь имела смысл. Вот это самое главное. Это еще и Эйнштейн сказал. Поэтому технология счастливой жизни. Можно жить счастливо. Миссия выполнима. Вот это помните. Конечно. Все, передаем вот так. А вот вы, возвращаясь вот в этот район, где вы прожили такой период, что чувствуете? Вот есть какие-то воспоминания об этом периоде у вас? Или уже все давно, все ваши мысли вперед, Тур? Да, как воспоминания, я помню, но здесь район настолько сильно изменился, на самом деле. Ты же видел, мы проехали, так все застроено, здесь уже пригородом стало, на самом деле. Раньше это прям деревня-деревня была, а сейчас прям как будто окраина Алматы, там куча машин, стройка. Вон там даже были могилы, их перенесли или снесли. Очень сильно все меняется, поэтому вот нет того, что вот в той картинке. А я здесь давно не был, наверное, я не знаю, лет двадцать, может быть. Нету той картинки, которой я помню. Это уже другой поселок. Окей. Ну, я вот в такой антураже очень хочется с вами, наконец, про счастье поговорить. Вы часто упоминаете это слово и говорите, что это, ну, по сути, самое главное. Но если замерить среднюю температуру счастья на всей планете, то, скорее всего, она не очень высокая. Скорее всего, большинство людей несчастливы. Вот если поговорить не о формуле счастья, а о причинах несчастья, то как вы думаете, почему или какие ошибки совершают люди, что изо дня в день они, может быть, и хотят быть более жизнерадостными, но по факту не получается. Ну, я это уже ранее говорил. Проблема в том, что три вещи я для себя определил, которые убивают счастье. Первое – это беспокойство о будущем. А мы знаем, сколько людей обеспокоено о будущем. Поэтому беспокойство о будущем – это первый киллер счастья. Второе – это сожаление о прошлом. Мы тоже знаем, какое огромное количество сожалеет о прошлом. И третье – это неблагодарность в настоящем. Люди не ценят то, что у них есть. Они воспринимают то, что у них есть здоровье, это как будто у них есть здоровье, и они воспринимают, как будто им кто-то обязан дать здоровье. Они не ценят то, что у них есть. Они будут жить в таком доме, будут мечтать о другом доме. Получат другой дом, они будут мечтать о третьем доме. Таким образом, они всегда фокус держат в будущем. В будущем. Бизнесмены многие делают бизнес, думают, вот это заработаю миллион, потом буду счастлив. Заработаю десять, потом буду счастлив. Вот перевезу родителей, потом буду счастлив. А на самом деле, это погоня за успехом, а успех, он нескончаемый, уходит от тебя, убегает. На самом деле, парадокс в этой жизни заключается в том, что когда ты преследуешь счастье, гонишься за счастьем, то у тебя больше вероятность достичь успеха. А когда ты преследуешь успех, то ты снижаешь вероятность достижения успеха и не достигаешь счастья. Вот я видел много успешных людей, но не так много среди них было счастливых. Но я не видел ни одного счастливого человека, который считал бы себя неуспешным. Понимаешь? И самое интересное, когда ты счастлив, ведь ты же расслаблен. А когда ты расслаблен, у тебя реакция выше, качество принятия решений лучше, люди к тебе тянутся, все хотят с тобой работать. Значит, у тебя шанс достичь успеха гораздо выше, будучи счастливым. А когда ты гонишься за успехом, за деньгами, то ты весь напряженный, замороченный, занятой, не замечаешь возможностей и так далее, не расслаблен. Поэтому я и говорю, что отсюда возникает вопрос. Сегодня мы говорили про цели. Так вот, если ты выстраиваешь правильное намерение, я размышлял, думаю, откуда приходит счастье. Так вот, счастье – это как вознаграждение, это ощущение счастья тебе дает Всевышний, как вознаграждение за то, что ты эффективно выполняешь свою миссию. Если ты эффективно выполняешь свою миссию, то ты чувствуешь себя в потоке, и Всевышний дает тебе ощущение счастья. Потому что ощущение счастья ты не можешь искусственно испытывать. Оно приходит само. Поэтому моя формула такая – найдите свою миссию жизни, для чего вы рождены. Служите, потому что миссия – это всегда прослужение. Максимально эффективно выполняйте свою миссию, и к вам придет ощущение счастья. Ну и деньги автоматически, потому что если вы эффективно служите, то деньги автоматически приходят. Вот упомянули такую фразу, которая мне больше всего откликнулась – беспокойство о будущем. Я прям поймался на мысли, что это вот у меня регулярно. Постоянно беспокоюсь о том, произойдет, не произойдет, успеем, не успеем. Вот что сделать, чтобы отпустить, так сказать, это? Но самый хороший лайфхак есть у верующих людей. Верующие люди просто доверяют свое будущее Всевышнему. Будет день – будет хлеб. Поэтому потом в исламе есть хорошее тоже правило такое, что в этом мире есть две неизбежные вещи, которые ты не можешь избегать. Никто не может избежать. Первое – это судного дня, а второе – то, что тебе суждено. То, что тебе суждено, ты от этого не сможешь отвертеться и убежать. И неважно, кто бы ни препятствовал, ты все это получишь. Поэтому расслабься. А как тогда не скатиться в лентяйство? Потому что есть же люди, которые лежат на диване и ничего не делают. И они такие, ну, Бог даст. Это вот сказки-то они у нас, особенно в России, вот что там, по щучьему велению, по моему хотению, все вот ждут, значит, пока придет рыбка золотая или еще кто-нибудь, и все за тебя сделают. Как совместить вот эту неперекладную ответственность на Бога, с другой стороны, как вы сказали, дать Ему право на твое будущее? Не право, а возложить свои надежды на Него. То есть, смотри, в Исламе говорится, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Здесь, смотри, у человека есть свобода воли, свобода выбора. И вопрос в том, что когда Всевышний тебя создал, Он тебя создал с темпераментом определенным, с твоей энергией определенной, любовью к чему-то и способностями. Если у тебя тяга к спорту, и тебе суждено стать олимпийским чемпионом, то лежать на диване для тебя будет пытка. Пытка. Поэтому ты не сможешь идти против своей натуры, против своего естества. Каждый человек что-то любит. Я не видел ни одного человека, который любит просто валяться на диване. Временно, да, чтобы отдохнуть, но так, чтобы целыми днями, если ему сказать, давай ты целыми днями только валяйся на диване, умрет человек просто. У каждого человека есть любимые занятия. И вот это любимое занятие не позволит человеку лежать на диване. Поэтому здесь вопрос нужно понимать такую вещь, что для того, чтобы Всевышний тебе что-то дал, ты должен предпринимать попытки. Все время амалы. В Исламе это называется амал, делать амалы. То есть предпринимать попытки. А даст он или не даст, это в руках Всевышнего. Но попытки, обязанность предпринимать попытки, это на твоей стороне. То есть не обязанность у тебя достигать цели, у тебя обязанность предпринимать все время, делать попытки. Вот я нашел ее, вот она, яхта. Это ваша яхта? Да. Была, которая ваша? Да, да. Причем они даже фотки не меняли. И вот Макарыч, мой капитан яхты. Мои фотки еще старые. И вот мой вертолет тоже. Это вот девчата с Одессы, официантки. И вот смотрели. То есть это ваши фотографии, ваши яхты. Да. А теперь вы просто ее нашли и ее... Да, в интернете нашел. Вот это получается яхт-чартер-флит. Они опубликовали, сдают в аренду. Видишь, кинотеатр? Ее арендовать можно. А кинотеатр-то на яхте какой? Класс. Вот сейчас покажу такую вещь. Так, Маргулан, у меня есть предложение. Предложение. Наглое, наглое предложение. Но вы о нем знаете. Я предлагаю нам с вами вместе найти эту яхту. Я думаю, найдем. И поехать туда вместе. И снять продолжение нашего с вами разговора. Уже наехать. Да, я думаю, не проблема. Предлагаю так. Если под этим видео будет хотя бы 5000 лайков, то мы тогда делаем продолжение жизни Маргулана, но уже на его яхте. Она сейчас где стоит? Она в Средиземном море. Ну, здесь надо посмотреть, в каком порту. Ну, она в Средиземном море. На самом деле, я горжусь не всем, не своими достижениями. То, что яхты, самолеты, это все фигня на самом деле. На самом деле, вот у меня есть проект «Второй мозг». Вот это я делаю. Это мое любимое дело. Это «Второй мозг». Что это? «Второй мозг». Что это? Ну, смотри, каждая точка – это запись. Так, я раз направляю, например. Так. «Понимание». Нажимаю, вот. Так, нет, на то вот. Вот любые алгоритмы. Что такое алгоритм? И с какими мыслями он еще связан? Нажимаю, вот. Алгоритм. Что такое алгоритм? Алгоритм – это понятное, точное предписание исполнителю совершить последовательность определенных действий, направленных на достижение цели. Это Википедия. Вот дальше мои объяснения и так далее. Так. И я создаю огромную базу знаний. А что это такое? Это какой-то проект будет или что это? Это у меня проект, называется «Второй мозг». И все свои знания, которые у меня в голове есть, я выгружаю сюда. Все. Вот сюда. Давайте миссия нажмем. Вот я вижу там миссии. Ну, вот миссия. Миссия – это процесс служения Всевышнего через служение людям. Миссия – это про то, что они делают. Это отсечение всего личного, того, что не является вашим. По сути, миссия – это дорога к себе. Дорога домой. Как людям туда доступ получить? Это никак. Я вижу, вот это все. Каждый день я пишу где-то от трех до десяти тысяч знаков. Вот это моя основная работа. Я каждый день пишу вот такую заметку. Каждый день, каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. А что это будет в конечном итоге? Это как книга, портал? Или что это? Образовательная программа? Например, вот я нажимаю, например, «Опыт». Результатом действия всегда является опыт. Всегда является опыт. Но опыт может быть негативный, может быть позитивный. Что такое опыт? Опыт – это основанное на прошлом понимание того, что работает, а что нет. Вот почувствуй разницу между знанием и опытом. Знание – это то, понимание того, как это работает, и причина-следственная связь. И очень много людей знают, как в этом мире все работает. Но единицы знают, что работает, а что нет. Понимаешь? Опыт именно определяет, что работает, а что нет. И вот кажется, блин, у меня уже знание и понимание. Если опыт есть, могу изменить свою жизнь? Нет, оказывается. Для того, чтобы начать менять свою жизнь, тебе нужно умение. На основе опыта умение. Что такое умение? Умение – это успешно завершенное, запланированное действие. Успешно завершенное, запланированное действие. То есть ты что-то запланировал, получил предсказуемый результат, у тебя появилось умение. Это умение достаточно? Нет. Потому что умение – это одноразовый акт. Чтобы начать менять свою жизнь, тебе нужен навык. А что такое навык? Это многократно повторенное умение. Достаточно теперь что-то поменять в жизни? Нет. Для того, чтобы поменять по-настоящему твою жизнь, тебе нужны привычки. А что такое привычки? Это многократно повторенное умение, позволяющее тебе достигать стабильных, позитивных результатов. Потому что ученые доказали, что в течение дня мы 90-95% действий совершаем на автопилоте. То есть на основе привычек. Соответственно, меняя привычки… Вот представь, ты сто лет живешь, из них 90-95 лет на основе привычек. Ты меняешь привычки, ты меняешь жизнь. Умение из любого события, которое с тобой происходит, любое событие превращать в ресурс – это свойство успешного человека. Я шучу. Я говорю, успешный человек – как гусеница. Здесь пожирает события вместо листвы, а высирает, грубо говоря, ресурсы. То есть он после себя все время оставляет ресурсы. Он все время делает ресурсы. Вот условно, успешный человек покупает бриллиант, который превращается в ресурсы инвестиционные. А неуспешный человек тратит ресурсы и покупает стекляшку. Он ресурсы уничтожил, он потратил на стекляшку. А успешный человек, даже когда покупает ювелирные вещи, это для него ресурсы, инвестиционный ресурс. Понимаешь, вот это разница. Поэтому, когда покупаешь, я поэтому там роллс-ройси не покупаю. Потому что это просто пустая трата денег. Пустая. А я езжу, например, на лайн-крузере трехсотом. Почему? Потому что я взял трехсотный лайн-крузер, который для спорта. Который для... Когда он устареет, я его превращу в охотничью машину. То есть я уже знаю, что я дальше с ней буду делать. То есть я не буду перепродавать. Я превращу в охотничью машину. И как во всем, у меня есть такое правило, прежде чем что-то купить, задай себе вопросы. Первое. Это действительно тебе надо или нет? Второе. Как долго ты этим будешь пользоваться? Третье. А этому есть замена или нет? Ты можешь арендовать что-то? Четвертое. Я задаю себе вопрос. А какова цена владения? Потому что когда ты владеешь, ты плачешь за топливо, налоги и так далее. И пятое. Я спрашиваю, сколько я потеряю в случае, если буду перепродавать. И после этого я только принимаю решение, покупать или не покупать. Я потом пересмотрю этот момент, выпишу себе в заметочку и буду сверять по всем покупчикам. У меня на самом деле все знания, которые я во всех интервью говорю, это маленькие кусочки тех алгоритмов, которые я пишу. Потому что я считаю своей основной миссией даже не обучение людей, а создание алгоритмов. Потому что когда ты получаешь алгоритмы на руку, ты просто можешь повторить то же самое. И моя мысль на основе этого алгоритма, я хочу создать второй мозг древних греков и восточных философов. И в результате у тебя будет бот, ты говоришь, я хочу создать совет директоров. Пусть туда зайдет Маргулан, Аль-Фараби, Аристотель, Синека. И пишешь, вот если у меня такая ситуация, как бы они приняли решение? Покажут, Маргулан такое решение, Синека такое, Аристотель такое и так далее. Ты говоришь, а голосовалка? И они голосуют и говорят, 74% мудрецов сказали, делай так. И ты делаешь. Кайф. Вы когда-нибудь остановитесь меня удивлять? Ну вот это кайф, меня это дравит. Хорошо, пойдемте. Так, вы нам что, обед подготовили? Да, пойдемте пообедаем. Не каждый день с миллиардером обедаешься. Тапочка, давай. Это у вас традиционно, да, здесь вы с семьей обедаете? Нет, ну, летом. Летом. Летом мы стараемся обедать здесь, на улице. Потому что мне нравится вообще стиль жизни итальянцев. Они все время питаются, в основном питаются на улице. И здесь у нас в этом плане, вот как осень, мы на этой стороне, потому что это страна южная. А все лето мы на той стороне. Потому что та сторона северная. Я показывал, где к мне кафешка, там кушаем. А вот осенью мы переезжаем сюда. Ну, только зимой, короче, дома. Когда холодно. Хорошо. Ну, перед тем, как мы начнем кушать, не могу не спросить. Ну, тем более застуло ли это, вот, изобилие. Все знают, что раньше у вас было 6 миллиардов долларов. Но нигде нет информации, сколько у вас сейчас денег. Ты знаешь? Какой капитал? Ты знал, что существуют люди, которые платят Форбсу, чтобы те не поплитовали их данные? Да. Ну, хорошо. Я есть парочку такую знакомую. Поэтому я не хочу этим кечиться, говорить. Вообще в этом плане светиться. То есть, смотри. Дело в том, что когда говоришь про деньги, что плохо? Плохо то, что люди начинают видеть деньги, а не тебя. И я не хотел бы, почему мне не нравится, когда меня называют миллиардером. Когда люди выпячивают, что вот мои деньги. А я хочу, чтобы ценностью была, ценностью был я, а не мои деньги. Деньги – это просто побочный эффект правильно организованной жизни. Все. Ну, если я ответил на этот вопрос, скажу, мне достаточно на все мои фантазии. И мне, моей семье нормально. Достаточно. Просто у меня уже фантазии стали более разумные. Не как раньше, там, яхты и так далее. Ну, вот, я считаю, вертолет – разумная вещь. Дом хороший – разумная вещь. Ну, практичные машины – разумная вещь. Достаточно. Хорошо. Ну, если не про цифры, хотя бы про, так сказать, источники финансирования. На чем вы сегодня зарабатываете? Ты знаешь, я же, ну, даже по цифрам могу тебе примерно сказать, что я уже в нескольких интервью говорил, что больше 100 миллионов долларов бессмысленно зарабатывать. Ну, вот я там. Не про 100 миллионов, а про то, что я уже на территории бессмысленно зарабатывать больше. И если говорить про источники, у меня много, несколько портфелей, ну, в целом, наверное, около 30 компаний, может быть. Я инвестирую, у меня большие сельскохозяйственные компании, у меня несколько IT-компаний, у меня международные компании, ну, куча других еще инвестиций. Угу. То есть инвестиции. Кем ты? Вот, хватит подъехать. Ага, еще все приехали, чтобы вам антократироваться, вот эти все ребята. Так, пару вопросов, секундочку. А вы откуда его знаете? Из инстаграма, из тикток людей. В тиктоке? Да. А, кто он такой? Он один из самых богатых людей в Казахстане. И почему вы решили подойти сфотографироваться? Ну, он так авторитетный человек, я хотел просто. Ну, я так смотрю инстаграм, интересно очень. А сколько тебе лет? 15. Ахмед? Ахмед, Ахмед. Ахмед, 15 лет, у меня подписчики, 15 лет. Ты такие тоже есть, да? Да, есть у меня. Но ты стоял просто, минут 30 ждал его. Да. То есть ты его прям поклонник большой? Да. Да? Он же авторитетный человек. Да, у меня тоже брат смотрит его. Раз там, двоюродный брат смотрит. Ты что, бизнесмену хочешь, что ли? Да. Молодец. Какой бизнес будешь делать? Ну, 18 лет хочу открыть PlayStation. Ну, все, давай, успех тебе. Пятерочку, пятерочку, давай. Опа. Спасибо. Маргулан, вы же, наверное, не можете в центр города вообще выйти спокойно. То есть мы сейчас вот где-то стояли за забором. Машины реально останавливались все время. Да, директор, давай. Вот это приятно. Они стесняются, давай. Давай, салон. Садар. Миллер, телефон, телефон. Ой, салон, куда я там? Так, парни, а вы знаете, кто это такой, да? Знаю. А кто это сейчас? Кто это такой? Миллионер. Миллионер просто? Да, миллионер. А что ты еще про него знаешь? Бизнесмен он. Хороший человек, да? Да, хороший человек, бизнесмен. А ты знаешь, да, кто это? Не знаешь. Ну, я правильно. Семь близок. Ахмед. 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 Знаешь, прикол даже не в этом. Ладно, эти ребята. Ага. Мы на баги едем в восточном Казахстане. Забурились в тайгу, как обычно я говорю. Я знаю, кто. Мы дойдем на машину уже или нет? Все, в ламбах. Давай, пожалуйста. Так, здравствуйте, здравствуйте. Так, вы должны... А вы узнали его, получается, да? Да, конечно. А кто это такой? Сифимбай. Так, и кто он такой? Бизнесмен. И что, мы так интересны, что вы остановились и выбежали сфотографироваться. Да. Ну, а кто он? Что он такого у него примечательного? Ну, я постоянно по инстаграму смотрю, постоянно смотрю. А что он там делает такого, что у вас так вот... Ну, у нас это дает желание, дает на работу. Как вам объяснить? Мотивацию. Мотивацию, да. Мотивирует вас. Да, да. А вы чем занимаетесь? Я фасадной панели занимаюсь. Фибробетоном. У меня производство здесь. Да? Свой бизнес? Да. А, то есть вы бизнесмен? Да. Круто, супер. Ну, все, фотографируй. Давай. Раз, два. Паша, сними. А вот этот образовательный бизнес, то, что инфобизнес, да, так называют. Кстати, у вас называют вообще инфобизнесменом? Мой друг буквально вчера меня назвал инфобизнесменом. Более того, он даже назвал меня инфо-цыганом. Ну, мы друзья, у нас круг друзей, которые мы не стесняемся в выражениях и друг друга троллим по полной. Ну, он меня даже назвал инфо-цыганом. Я говорю, ты знаешь, сейчас наступило такое время, что те люди, которые называют людей инфо-цыганами, на самом деле мечтают стать ими. Потому что получилось так, что сейчас деньги все там. У меня просто, я вижу, у меня есть портфель очень консервативных сельскохозяйственных активов. У меня есть портфель неконсервативных компаний роста. У меня есть онлайн-бизнес-компания. И у меня есть образовательный. Я смотрю, я вижу, где деньги. Деньги всегда там, где внимание публики. Все, точка. У меня есть компания, огроменная компания, тысячи сотрудников и так далее, производят нужную людям продукцию. Ну, условно, я один из крупнейших акционеров компании, производящих куриное мясо. И что? И что? Огроменная компания. Тысячи-тысячи тонн производства мяса. И что? Если брать на усилия, на вложенные усилия, то зарабатывают копейки по сравнению с тем, что делается, например, в том же инфобизнесе. Это я просто к тому, что деньги всегда там, где внимание. К сожалению, внимание общества не на продуктах питания, не на главных вещах. Не на внимание общества на других вещах. В искусственном интеллекте, сейчас космос, Марс, инфобизнес, там, внимание. А я занимаюсь этим делом. Почему? Это мне Оскар Хартман спрашивал, говорит, а зачем ты занимаешься? Я вот, говорит, решил делать бесплатный контент. Я говорю, Оскар, классный, мысленный. Я тоже так делал. Я очень много лет занимался, читал лекции в университетах, проводил встречи. У меня даже в парке группа была, бизнес-лайфхакер-группа, тысячу сто человек за мной ходили в парке и задавали вопрос, я им отвечал. Я заметил такую вещь. Во-первых, люди не ценят то, что получают бесплатно. То есть бесплатные знания не меняют их жизнь. Они просто слушают, кайфуют, свою совесть успокаивают, что типа они развиваются, но жизнь не меняют. Это первый момент. Второй момент, я заметил такую вещь, я Оскару тоже сказал. Когда ты даешь бесплатный контент, то ты получаешь только хвалебный комментарий. И ты не понимаешь, реально ли ты даешь ценный контент или нет. Потому что когда за бесплатно, кто тебе будет просто хейтить? А когда ты даешь контент в своих курсах за деньги, за хорошие деньги, вот тут весь хейт и вылезает. И слава богу, у меня до этого момента еще не было такого хейта, но факт то, что сама возможность... Получается так, ты когда заставляешь людей платить большие деньги за свои продукты или курсы, ты этим самым даешь им право хейтить тебя по полной программе. А это что такое? А это хорошая, качественная обратная связь. Поэтому я Оскару сказал, он меня назвал наставником своим по Ютубу, он публично сделал признание, там, вот Марглан у нас будет наставником и так далее. Но я говорю, смотри, до тех пор, пока ты не начнешь производить платный контент, ты не будешь получать обратную связь, точно обратную связь, насколько твой контент действительно интересен и полезен людям. Вот парадокс жизни такой. Поэтому, если хочешь развиваться, делай платный контент, люди будут хейтить, ты будешь улучшать его до тех пор, пока они не будут хвалить, платить деньги и хвалить. А это значит что? А это значит рост. Это значит рост полезности контента. Поэтому я этим занимаюсь. Во-первых, первое, я привык все делать так, чтобы все было sustainable, то есть долгосрочно, как сказать, устойчиво. А второе, для того, чтобы получать реальную обратную связь. А это заставляет меня развиваться. Это заставляет меня развиваться, что-то новое изучать постоянно, потому что тысячная аудитория, обязательно кто-то найдется такой, знаешь, заковыристый вопрос задаст, чтобы там при людях возвыситься и так далее. Надо быть готовым ко всему. Классно. Вы сейчас анонсировали запрещенную программу, что какая-то у вас новая программа, ищите 100 уникальных людей, все остальное вообще закрываете или что-то даже в этом роде? Нет, нет, я анонсировал новую программу. Я просто эволюционно иду. Я раньше давал много полезного контента, потом начал давать полезный контент и курсы для всех платные. А потом заметил такую вещь, что когда ты делаешь для всех, то ты не для кого. И я тогда решил сейчас, думаю, лучше отберу 100 человек, бизнесменов, и сконцентрируюсь на них, и постараюсь максимально их продвинуть по жизни, то есть прокачать. И лучше я 100 человек, но реально их прокачаю, чем буду 10 тысяч пытаться вытащить. То есть я больше перехожу в большие конкретики. Текстуализация. У меня, с одной стороны, сейчас стратегия такая, делать очень много полезного, бесплатного контента для всех людей и давать очень огромную сконцентрированную пользу маленькому количеству людей, но дорогую. Получается, здесь куча бесплатного материала, а здесь ограниченному кругу людей, которые к этому уже готовы к рывку, давать очень дорогой продукт. Я в этой... Через тайгу мы ломимся на баги, рубимся, рубимся, ночь. В первом часу ночи приезжаем в какую-то деревушку, затерянную в тайге. Полная глухомань, на баги еле пробились. Можешь представить? Не только на машинах, на баги. Буксовали, валили деревья там, чтобы подложить под это. И вот там у нас два баги сломалось. Короче, еле выехали в эту деревушку. Там домов, наверное, может быть, 10 штук. И мои ребята рассказывали, как они деревья валили, чтобы подложить под колеса. И тут местный чувак, духой, парень подошел, слушал и говорит, давай до моей докапываться. Типа, почему вы рубите деревья? Это запрещено. Это наш парк. Короче, я чувствую просто, слушай, докопаться, короче. Докапывается, да, на моих ребят. А я так слышал краем уха. И потом своим ребятам говорю, ребята, вот координаты следующие наши, Тань, какие? И этот чувак услышал мой голос в темноте, ухой. В первом часу ночи говорит, а вас на Маргуанске с ним поездят? Я говорю, да. О, я хочу с вами фоткаться там, то, все. Короче, начал меня обнимать, фоткаться. Сейчас, говорит, можете подождать? Убежал в соседний дом. Оказывается, они там бухают, празднуют там 10 лет окончания школы. Он зовет соклассников, и они прибегают, и все дружно фоткаются со мной. Какой-то глухомани. На востоке, в тайге, куда мы на баги вели пробились, в час ночи этот чувак пьяный по голосу меня узнает. В какой момент вы почувствовали, что вы стали знаменитым? Богатство, да. Уже когда грузовиками деньги привозят, в принципе, быстро поднимаешь. А вот популярность, это же более сложно измеримо. Как вот, что было событием, что вы так похожи, все. Новая игра началась. Честно говоря, я до сих пор не сознаю, что я популярный. Потому что, ну, думаю, ну, блин, ну, у меня, да, миллион там подписчиков. Там, условно, в Ютьюбе, в Инстаграме миллион шестьсот. Ну и чего, в Казахстане двадцать миллионов человек. Но я, конечно, понимаю, что охваты, это больше не подписчики, а охваты. Потому что в Инстаграме у меня, там, условно, в среднем где-то шесть с половиной миллионов человек смотрит в месяц. То есть охваты большие. И, ну, просто, ну, как бы, нету такого, что где-то щелкнуло, перемкнуло, и вот теперь я знаменитый и так далее. Просто часто встречаюсь, там, например, в степи особенно, в степи, в каких-то глухих аулах, там, и так далее, ко мне приходят, фоткаются там, и так далее, и узнают. И вот тогда я понимаю, что, да, наверное, я известный человек. Ну, смотрите, чтобы вы, как сказать, цифры понимали. Мы исследовали вопрос, каких предпринимателей вообще смотрят в Ютьюбе. И предприниматели, которые стабильно, интервью с которыми набирают миллион плюс, их вот буквально до пяти штук. Татьяна Бакальчук, Вайлд Берес. Олег Тиньков, иногда, и то не всегда. Наверняка, если Павел Дуров даст интервью, там будет достаточно, но он ни разу не давал, поэтому мы не знаем. Но, скорее всего, там будет. Сергей Галицкий, Магнит. Ну, есть наверняка еще кто-то, кто периодически может впрыгнуть в эту лигу. То есть даже Михаил Фридман, и то не каждый в интервью может претендовать на те цифры, которые у вас. И вот это, на самом деле, удивительно. Потому что вы как бы не пользуетесь такими хайп-инструментами, там машины не взрываете, там драки не устраиваете, в скандалах не участвуете. Вы очень на спокойной волне, так скажем прямо, как будто бы и под нос немножечко подбубниваете себе. Что-то рассказывать. Но почему-то у людей возникает такой интерес к вам. Как вы сами себе объясняете вот эту вот вашу формулу, почему вот за вами люди так смотрят? Ну, я считаю, вопрос драматургии. Потому что моя биография – это история взлетов и падений. Причем таких огромных взлетов и таких огромных падений. И, на самом деле, привлекает диапазон личности. Потому что, вы же знаете, потенциал личности определяется разницей между нижней границей и верхней. Чем шире диапазон – перепад, тем сильнее потенциал. Там, например, меня легко представить в аульной одежде простым парнем пастухом. Легко представить. У меня лицо – не английский аристократ. Но в то же время это разрывает шаблон, когда с таким лицом в калашный ряд лезут. Там вроде бы, блин, Маргулан – узкоглазый казах. Блин, и как так? Его слушают люди вроде бы умные, образованные люди. Как его могут слушать? И вот это все время разрыв шаблона идет. Все время у людей в голове драматургия. Как так? Он пастух. И пастух по-сухому смотрится более органично. Я всегда смеюсь и прикалываюсь, говорю, у меня есть неоспоримые, неотъемлемые преимущества. С первого взгляда мало кто скажет, что я умный. И я этим пользуюсь. То есть, если кому-то надо прикидываться дурачком, то мне не надо, понимаешь? Это легко получается, естественно. И, соответственно, когда выясняется, что это не совсем так, люди такие в шоке. Да ты что, блин? Он еще что-то знает. Ну, я к тому, что, я, конечно, шучу, но я к тому, что крайне противоречива драматургическая судьба взгляды. Если ты послушаешь мои, ну, ты знаешь, наверное, мои высказывания, все время противоречат общепринятому мнению. Все время я разбиваю какие-то мифы. Все время я говорю фразы, которые прямо противоречат общему установленному уже убеждению. И люди так, блин, да как так? И в то же время спорить сложно, потому что я же пою последовательную логическую цепочку. И они думают, блин, я вот с этого ракуса, оказывается, я не смотрел. И вот это противоречивость. Противоречивость судьбы, противоречивость взглядов. Противоречивость имеется в виду не то, что там нету логики и аргументов, а то, что оно идет против тренда и общественного мнения. И противоречивость внешности и поведения. Потому что даже при том, что я достаточно успешный бизнесмен, я не веду себя как успешный бизнесмен. Я не покупаю роузов. Я спокойно езжу на любой тачке. Это же тоже противоречиво. Да, разбиваются стереотипы. Да, все против тренда. Все стереотипы разбиваются все время. Мне видится, что у вас еще уникальная способность подмечать. Вот вы даже сказали, диапазон личности. Все, два слова. И вот так точно описывает вот эту вот амплитуду, через которую люди вас воспринимают. Через вот эти точки. Пастух, миллиардер, уголовный розыск, супермедийный человек. Вот откуда эта способность вот так вот подмечать? И так вот точно, кратко формулировать. И прям сразу попадать. Потому что вот вы говорите, у меня все, у меня эти образы, теперь всю жизнь будут со мной. Ну, смотри, я же говорил, я с детства любил ходить один, пешком, охотиться. И все время размышлял. И когда ты размышляешь, размышляешь, тебе не нужны все эти декоративные конструкции. Потому что ты сам с собой разговариваешь, соответственно, ты разговариваешь максимально откровенно и хочешь думать только о сути. Тебе не хочется думать о красивых мыслях, о литературно правильно выстроенных предложениях и так далее. Ты все время думаешь о сути. Вот подумал о каком-то событии, явлении, потом думаешь, а в чем суть? Нафига она нужна? Что последует дальше? И вот начинаешь убирать лишнее, все время отсекаешь, все время отсекаешь лишнее. Это как в свое время Микеланджело, когда создал статую Давида. Муж сказали, как ты создал? Он говорит, да это очень просто. Я просто отсек все, что не Давид. Так вот я все время занимаюсь тем, что отсекаю все, что не суть. Все, что не суть, у меня на это уже такая кожная, я кожу чувствую, когда в жизни так не работает. Она может быть научно сформулирована, она может быть логически выглядеть правильным. Но я точно знаю, в жизни так не работает. У меня для этого есть четыре критерия истины. Ты знаешь, в любой науке, в любых научных фактах и доказательствах должны быть критерии истины. У меня свои критерии истины. Первое, если я пришел к какой-то мысли, я спрашиваю себя, соответствует ли это религии? Если соответствует, я спрашиваю, а соответствует ли это науке? Дальше я спрашиваю, а соответствует ли это народным сказкам, пословицам и поговоркам? И дальше я спрашиваю, а соответствует ли это моему внутреннему ощущению и моему опыту? Если все четыре ответа да, то я считаю, что эта мысль верная и забиваю себе во второй мозг. Ну, в свою картотеку. И именно благодаря этому у меня там есть подписчики и кришнаиты, и даосские монахи, и имамы, и попы, и военнослужащие, и госслужащие, и дети, и ученые. Меня даже там в Украине на одном ученом совете обсуждали, разбирали и так далее. Почему? Потому что вот эти четыре критерия, они мерят всех. Все соглашаются со мной, потому что я проверил. Я не даю ту информацию, которую они проходят по одному из критериев. Да, это удивительно, потому что у вас очень разнообразная аудитория. И школьник какой-то подошел, и предприниматель. И я думаю, что если вот так даже на улице просто подходить к людям, особенно в Казахстане, то почти все будут вас знать, что-то слышат про вас, да. Интересно. Хорошо. Маргулан, ну я знаешь, что думаю? Такая ситуация. Мы с вами в машине. В машине ехать еще 40 минут. Дай бог. Да, дай бог. У меня уникальная возможность. Вы на обеде за кадром сказали, что сейчас тренд на формат разбора. То есть на такую персональную обратную связь. Ну что мне не попробовать и не спросить у вас? Про себя. Вам деться уже некуда. Вы в моей машине. Мне бы хотелось, ну, во-первых, мне это будет полезно, послушать ваши какие-то рекомендации. Что бы вы на моем месте делали, как бы вы дальше двигались, как бы развивались. А с другой стороны, аудитория, которая смотрит наш контент, наверное, для себя через мою призму тоже что-то подметит. Потому что я так думаю, что раз люди нас смотрят, то значит мы с ними тоже совпадаем. То есть есть у нас что-то общее с ними, за что я вас очень, ребят, люблю. Вот поэтому мой вопрос. Вот что бы вы делали на моем месте? Как бы вы дальше строили жизнь, траекторию, чтобы исправили? Может быть, у меня какие-то слепые зоны есть. Мне неудобно, конечно, спрашивать. Тем более вы сейчас еще людям, при людях что-то скажете, но я готов идти на полную катушку. Нет, ну смотри, когда я делаю разборы, сначала я собираю материалы о человеке. У меня для этого есть бизнес-тренеры, которые собирают материалы о человеке. Это его история. Какие важные моменты? Презисторию, баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денег, количество бизнесов, выручка прибыли бизнесов и так далее. Ну, куча такой статистической информации. Потом я смотрю на картину всех его бизнесов и его активности. и для себя вижу, что если у него разносторонние бизнеса, я спрашиваю, а есть ли среди них у тебя любимый бизнес? Любимое дело? Если он говорит, есть, я говорю, какой бизнес? Он говорит, это такой. И у меня там есть, я его бизнеса аранжирую по трем. Первое, по прибыльности, второе, по перспективности и третье, по любимости. Я всегда предпочитаю разбирать дело, которое он любит. Потому что оно имеет наибольшую перспективу. Потому что, смотри, вот какой бы ты человек ни был, если ты не любишь свой бизнес, неважно, как я тебе прокачаю и сколько знаний сдам, толку от тебя никакого. основа любого развития – это вовлеченность. Поэтому я беру твои бизнеса, смотрю и говорю, Паш, а что ты любишь из этого? И только тот бизнес начинаю разбирать. Потому что в том бизнесе, которым ты не любишь, ты не будешь развиваться. Человек развивается только в том направлении, в котором он любит. И уже тогда я даю знания, практику и так далее. Бывает так, что человек занимается… Вообще ни один бизнес не является любимым. Тогда я начинаю выявлять, а что конкретно ему нравится. Вот он говорит, я люблю заниматься бизнесом, но не любит заниматься своими бизнесами. Я начинаю выяснять, а что конкретно в бизнесе тебе нравится. Вот двое, например, ребят, у меня вот я разбирал уже год с Маргуланом, у меня продукт. И двое ребят там… Они говорят, я люблю что-то брать, начинать, запускать, доводить до идеала, и дальше у меня интерес пропадает. И так несколько бизнесов. Я говорю, ну, ты просто до конца не доводишь цикл. Ты на самом деле по натуре, я называю людей девелоперы. Девелоперы. Ты берешь идею, оттачиваешь, дорабатываешь, запускаешь, шлифуешь, выводишь на прибыль, а дальше логически ты должен продать, выйти в кэш, отдохнуть и новую идею. И так постоянно. А ты, получается, просто берешь и забрасываешь. Надо доводить до точки продажи. Да, ты не продал. Надо выйти. Ты зашел в историю, но не вышел. И таким образом, это у человека я нахожу не любимое дело, а любимое занятие. Понимаешь? Потому что девелоперство, как бизнес, это тоже бизнес. Да, вот рестораторы часто такие люди, да, что они любят ресторан придумать, организовать, а вот уже потом каждый день, чтобы макароны приезжали, им не нравится. Ну вот, например, мне тоже, вот я разбирал ресторатора, он говорит, вот так, вот так, ему надо продать бизнес, ресторан. Он говорит, эээ, как я могу продать любимое дело? Я люблю это. Подожди, подожди. Я говорю, ресторан не может быть любимым делом. Ресторан – это целая цепочка процессов. И ты любишь конкретный элемент какого-то процесса. Ресторан – бизнес. Бизнес продается, а любимое дело ты продать не сможешь. Если ты любишь колоть орехи, то как ты продашь это? Ты можешь продать орехи расколотые, но занятие, любимое дело – колоть орехи, ты как продашь? Никак не продашь. И моя задача – выявить не любимый бизнес, а любимое занятие в этом бизнесе. И после этого у меня есть 12 точек фокуса, технологию, которую я для себя создал. И я прогоняю человека или его бизнес через эти 12 точек фокуса. Потому что, как я говорил, миллиардеры – это не те люди, которых по 50 часов в сутках. А миллиардеры – это те люди, которые занимаются другими делами. То есть по-другому. А что они делают по-другому? Они держат фокус на ключевых точках. Они не занимаются всем. Они держат фокус на ключевых точках. И вот я вывел эти ключевые точки, и этому я их обучаю своих учеников. И дальше я контролирую, потому что бизнес-тренер постоянно их контролирует. чтобы они не ушли с фокуса. И все. А что это за 12 точек? Какие-то можно нам рассказать? Я могу привести на примере велосипеда, например. Возьмем езду на велосипеде. Простой пример. Для того, чтобы ездить на велосипеде, что является ключевым фактором успеха? Баланс. У меня держать баланс. Правильно. Хорошо. Теперь. Кто будет клиентами езды на велосипеде? Ключевые клиенты. Ну, я как владелец велосипеда, наверное. Нет. Люди, которые много ходят пешком и озабочены здоровым образом жизни. Портрет аудитории, да? Да. Сразу ключевые клиенты. У этих ключевых клиентов. Какие ключевые ценности? Это что такое ключевые ценности? То, что они ценят. Ага. А они ценят простоту и быстроту. Экологичность. Хорошо. Соответственно, у тебя какой должен быть ключевой маркетинговый посыл? Чтобы одной фразой донести им и продать езду на велосипеде. Это быстрее, чем пешком. Быстрее и проще, чем пешком. Велосипед – это быстрее и проще, чем пешком. Все, продал. Дальше. Для того, чтобы это все делать, у тебя какой должен быть бизнес-модель? Потому что бизнес-модель – это система взаимоотношений в процессе обмена товара на деньги. Вот ты человек, которому нужна езда на велосипеде. Одна бизнес-модель – я тебе продаю велосипед, получаю деньги. Вторая бизнес-модель – я тебе отдаю в аренду велосипед, беру деньги. Третья бизнес-модель – я тебе отдаю велосипед и беру ежемесячную подписку. Как самокаты. Третья. Четвертая – я тебе велосипед отдаю в лизинг. И беру лизинговые платежи. Пятая модель – я беру и решаю твою нужду. Может, тебе велосипед нужно, чтобы пиццу привозить домой. Я тебе привожу пиццу и чаржу тебя за услуги, езды на велосипеде. Вот я примерно вскидку пять бизнес-моделей. И все пять имеют разные взаимоотношения. И в зависимости от бизнес-моделей, там есть разный ключевой ресурс. Что является ключевым ресурсом? В езде на велосипеде ключевым ресурсом – ключевой ресурс – это самый дефицитный ресурс, благодаря которому возможна бизнес-модель. Вот для езды на велосипеде ключевой ресурс – это твоя энергия в ногах. Если ты уставший, голодный, то какая бизнес-модель? Какая езда на велосипеде? Ты не поедешь. Поэтому твоя энергия – это ключевой ресурс. Хорошо. А что является твоим ключевым показателем эффективности? Ключевой показатель эффективности – это показатель, который показывает, насколько эффективно ты используешь свой ключевой ресурс. То есть свои ножные силы. Так вот, при езде на велосипеде ключевым показателем эффективности будет скорость и одометр пробега. Что ограничивает максимальное использование твоих… Биологическая способность, мышечная способность. Нет. Звездочка. Количество зубьев на звездочке. Потому что если у тебя определенное фиксированное количество звездочек, это значит, что определяет твой предел скорости, который ты можешь выжать. И, соответственно, дальность, которую ты можешь проехать. Потому что ты устанешь. Соответственно, если у тебя узкая горшка, звездочка, то ключевые факты роста, что у тебя являются? Это сложный вопрос. У нас в отношении звездочек, наверное. Ключевой фактор роста – это расшить звездочки. Сделать, как в спортивном велосипеде. Там 8 звездочек сзади, 4 спереди. Что это дает? Это дает, что при тех же затратах ножной энергии ты проедешь дальше и быстрее. На разные звездочки, разная скорость, разная дальность. Я просто угадал. Вот, угадал. Это ключевой фактор роста. Хорошо. Мы нашли ключевой фактор роста. А что будет точкой приложения усилий? Педаль. Правильно. Точка приложения усилий – это педаль. Дальше. Что будет являться ключевым навыком? Ключевой навык – это постоянно повторяющиеся действия. Умение крутить педали. А что будет ключевым действием? Чтобы запустить всю эту бизнес-модель. Оттолкнуться? Сесть на велосипед. Сесть, ну да. Вот, пожалуйста, 12 точек фокуса. Когда ты знаешь в каждом своем бизнесе, вернее, в каждой бизнес-модели, все остальное – шелуха. Все остальное – лирика, оформление. Все. Ты знаешь суть. Еще один момент, который я потом на видео пересмотрю и сделаю себе заметочку, пожалуй, из этих 12 пунктов. И у себя распишу. Рекомендую присоединиться к такому действию. Я вот знаете, что думаю? Вот мне со стороны я могу вас слушать бесконечно. Но я-то понимаю, что у вас в мозгу это круглосуточно же крутится. И вам все время с утра до вечера себя нужно слушать. Поэтому вопрос. А у вас есть сегодня наставники? Нет, у меня наставник, я только размышляю. Более того, я даже боюсь влияния кого-либо. Я мало кого-то смотрю, слушаю, чтобы случайно не сплагиатить что-то, чтобы случайно не начать говорить его словами и так далее. Поэтому я размышляю и вывожу сам причинно-следственные связи и так далее. Ну как же так? Ну что, всегда нужно в жизни, чтобы был ментор, наставник, тренер. Хочешь научиться фитнесом, спортом, значит, наэмиссия тренера. А вы, получается, без этого, что ли? Смотри, у меня самый жесткий, самый дорогой учитель это моя жизнь. Это самый лучший учитель, но самый беспощадный. Я потратил огромную кучу денег. И основные уроки, которые я получил от жизни, это то, что не надо делать. Так вот, я специалист в том, что не надо делать. И, к сожалению, может быть, может, к счастью, я пока не встретил человека, который совершил большее количество ошибок. Соответственно, в этом плане мне трудно быть ментором для меня, потому что это нужно, значит, совершить большее количество ошибок и более сильное количество, ну, более глубокие ошибки. Понимаешь, у меня специфика, я совершатель большого количества ошибок и больших ошибок. И, соответственно, кто меня может этому научить? Жизнь лучше всего учит. Конечно, это... Вот с любой темой к вам не подойди, и у вас все по полочкам разложено. Все на своих местах. Окей. Вот вам сегодня 56. И вчера было, кстати. И вчера тоже, да. И завтра. Надеюсь, завтра тоже будет. Вы, во-первых, до скольки прожить хотите? Понятно, как Бог даст. Ну, ты знаешь, это в руках Всевышнего. Поэтому я точно знаю такую вещь. Существует два вида жизни и продолжительности жизни человека. Первая – это хронологическая жизнь, которая в руках Всевышнего. А вторая – событийная. Так вот, я не влияю на хронологическую продолжительность жизни, ну, если я не буду вредить своему телу. А событийную я управляю. Событийной продолжительностью жизни. Поэтому у меня весь фокус в том, чтобы у меня не было ни одного бездарно прожитого дня. И чтобы прожить яркую жизнь. А яркость жизни, она определяется спектром эмоций, которые я переживаю. Но проблема в том, что у богатых людей, так как они пережили много событий, то у них выплеск гормонов уменьшается. То есть многие люди думают, что у миллиардеров там оргазм ярче. На самом деле у нас у всех шкала там условно 100, да? А простой человек купил Ладу Приору, у него 100 очков выбивает гормональные системы, он радуется на седьмом небе. А у богатого там от Мерседеса 15-20 выбивает. Понимаешь? И у нас же шкала одинаковая. Во-первых, идет меньше выброс гормонов. А вторая большая засада богатых людей в том, что чувствительность к гормонам падает еще. У тебя и так меньше их выбрасывается, так еще чувствительность падает. И вот я подумал, как можно делать, чтобы как-то это восстановить, компенсировать и так далее. Я понял такую вещь, что надо все время заниматься тем, чем раньше не занимался. Новое, да. Все время пробовать новое. Все время испытывать то, что ты не испытывал. Пробовать то, что не пробовал. Делать то, что не делал. И это, причем не имеет значения для эмоций, имеет значения сила эмоций. Но для памяти, а я всю жизнь коплю в библиотеку воспоминаний, для памяти не имеет значения окрас эмоций. Потому что пройдут годы, даже негативную эмоцию ты будешь воспринимать хорошо. Потому что сглаживается негатив. Я это по отцу заметил. Отец в конце жизни очень часто вспоминал годы войны и прямо ностальгировал. Хотя это были тяжелейшие годы. Он 7 лет провел на фронте, тяжелейшие годы. Ну, там он 2 года комендантом города в Польше был. В 1939-м ушел на Финскую. После 1945-го еще 2 года комендантом города был в Польше. Ну, вот в 1947-м вернулся. Получается, 8 лет. И вот он вспоминал эти годы. Я тогда понял, у него друзей нету. Они уже ушли в мир иной. А будущего он не видит. И он жил только в прошлом. А из прошлого он вспоминал только яркие события. А это, как правило, война. Он в то время еще молодой. И, соответственно, все это воспринималось в положительном ключе. И я тогда для себя принял решение, что я буду всю жизнь собирать в библиотеку воспоминаний. Чтобы в старости, когда уже будущего нет, чтобы у меня хотя бы было прошлое. Поэтому с точки зрения продолжительности жизни, знаешь, я об этом тоже размышлял. И одна из причин, почему я начал заниматься образовательным проектом, потому что я понял такую вещь, когда особенно после всех уголовных дел и так далее, мне надо было заново остановиться. Я думаю, как встать на ноги? Я подумал, какие ресурсы у меня есть? Я подумал, у меня есть опыт, знания. А каких ресурсов мне хватает молодым? И вот парадокс. Им нужен опыт, знания. А у меня этого много добра. Я решил делать так. Давать это все бесплатно. Соответственно, этим самым будет высокий спрос на меня. Чем выше на меня спрос, тем больше я буду чувствовать себя востребованным. И плюс люди будут молиться и говорить, дай бог этому дядечке еще пожить. И идет как бы благодарение. Я начал этим заниматься. И вот спрос начал расти, 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 расти. И вот я в сегодняшнем мире. Сейчас, видите, я вот вспомнил такой предприниматель есть. Максим Ноготков. Слышали про него? Олив Связно. Да, это основатель Связно. Он в 26 лет стал самым богатым человеком в списке форус российского. 95 процентов, по-моему, если ничего не путаем, 96 процентов Связного, Связной банк, Энтер, много компаний, прилижал только ему одному. При том, что это очень уже крупные бизнесы были для России. И он был молодой мультимиллиардер. И так вот случилось, что там кризисы, он потерял все бизнесы. Как я понимаю, это не как у вас было, что там правительство отжало. А это там, значит, он избычно рискованно стал действовать. И, значит, он не смог с кредитами расплатиться. И мы с ним виделись в жизни как раз, когда он очень активно набирал обороты. И вот уже столько лет прошло с того момента, и он там дает интервью иногда. И вот почему-то, ну, хотя там тоже амплитуда, это серьезно, но вот почему-то нет отлика. То есть история в каком-то смысле похожа. Может быть, даже где-то чуть более амплитудная. Потому что масштаб его бизнеса был там еще посерьезнее. Это не масштаб, он в Интрополе был. В Саудовской Аравии сидел, в кандалах ходил. Он же не только в одну сторону, но еще и в сторону ям. Ну, может быть, он, да, не рассказывает об этом, как минимум, да? Скрывает, скрывает неизвестные зоны. Я думаю, в кандалах он точно не ходил. Тем более в Саудовской Аравии. Прикинь же, жуть же представить, да? В Саудовской Аравии в кандалах ходить. Сидеть в тюрьме Интропола, капец. Суданскими терроризациями, пиратами. А Саудовской Аравии оказались все-таки? Я вот это пропустил момент. Как вы там так оказались? А я поехал в 13-м году на Хадж. Весь белым такой. Чистенький белый и так далее. Я приезжаю в аэропорт, даем паспорт. Смотрю, пограничные что-то суетятся. Я понял, что дело. Понимаю, что Интерпол. Я говорю, что случилось? Он говорит, у нас компьютер завис. Хорошо, подождите. Интересный ответ, да? Да, подождите, подождите, минут 10-15. Потом 10-15 минут проходит. Что случилось? Он говорит, вот что-то система висит там, то и все. Я понимаю, что, блин, какой система, какой компьютер? Он вызвал уже полицию. В аэропорту нет таких мощных сил, чтобы поймать такого опасного. Он просто увидел, и в этом у них система высветилась. Он понял, что самому лучше не дергаться. А мало ли вдруг что там, да? Вдруг я Джеймс Бонд. Поэтому вот это вызвали, короче, меня закрыли в эту тюрьму. Прямо вот при всех, в аэропорту, на пол вот это. Ну, не на пол. Мне сказали, пройдемте в отдельное помещение. Там стали пугать люди. Да, мы, говорит, через другой компьютер вас пропустим. А, вот так, до последнего обманывали. Да, потом зашли и сразу надели наручники и все. И вот это, интересно, поместили... У вас даже не было ни мгновения страха, ни переживаний. Ну, а чего страшно? Я был готов примерно. И, короче, этот... Ну, благо я победил все уголовные дела, все уже очищены. Просто там я понимал, что у Интерпол они не сняли ограничения. И в эту тюрьму меня поместили в камеру такую, знаешь, как в фильме только. На полу вот такой серый коврылан, весь замызганный. Там что-то работает. Там, не знаю, кто-то, может, мочился. Ну, все замызган. Там сидит африканец, завернулся в этот, в одеяло байковое. И в центре лежит байковое одеяло. Все в грязи, ну, не в грязи, а в каких-то пятнах и так далее. И на полу сесть негде, все пятна какие-то. Ну, понятно, подметено, но пятна. И наверху вот такая светится лампа, но, знаешь, вот такая, трубки там. И она такая... То есть замыкает и моргает. А на стене там вентилятор, как в фильме. И он крутится и скрипит. А что-то задевает. Вот такое все время. Ну, чисто сцена из фильма точно. Я такой, ладно, думаю, куда сесть. А я весь в белом. Искал местечко, нашел маленькое место, пятно, сел туда. Холодно, кондер колпашет. Я такой, сел. Блин, что делать? Лезть хочется. Ночь, блин, спать хочется. Ну, я думаю, прилягу. Вроде нашел чуть-чуть потише место, так раз прилег. Холод, меня колошматит. Я не могу уснуть. Ну, блин, думаю, что делать? А еще босиком, ну, сланцей. Ну, думаю, ступни укрою этим отделом. Который грязный вот этот. Взял ступни, укрыл и уснул. Уснул, утром проснулся. Такой кайф. Выспался, тепло. Глаза открываю, этот негр на меня смотрит. А я отделом вот отсюда укрепил. Оказывается, холодно было. Делал все, натянул грязь, не грязь наделал. Натянул и под ним. Да, кайфу, успал вообще. Выспался. Офигеть. Да, кайфанул. И вот потом меня повезли в интерполовскую тюрьму. А это была аэропортовская просто, как следственный изолятор. Мне одели наручники на руки, кандалы на ноги. Потом приковали наручники к кандалам цепью. И меня приковали к соседу, к этому африканскому. Потом привели в тюрьму. Сняли это, запустили. А там камера такая, человек на 20, наверное. И все африканцы сидят. Это потом я узнал, сомалийские, оказывается, пираты. Я говорю, а где свободная кровать? И там, который за ней ехал, говорит, одень главарь. Вот туда иди. Я посмотрел, кровать вроде далеко от двери, далеко от параши. Думаю, ну, нормально. На первом этаже еще, и на втором. Пошел, занял. Через какое-то время он мне кричит, иди сюда, говорит. Я говорю, что такое? Это, говорит, моя кровать. Я говорю, подожди. Я когда зашел, я говорю, спросил же. Ты сказал, вот это. Я занял, и теперь это моя кровать. Нет, говорит, это моя кровать, вставай. Я говорю, нет, я не встану. Это моя кровать. Я понял, намечается такой рамс. Я думаю, ну, капец. Этого еще мне не хватало, но придется биться. И тут такой, ты что, блин, обнаглевший, там, то, сё. Я говорю, нет, я обнаглевший. Я все культуру спросил, там, то, сё. Он подошел к охранникам, а там стена вот такая, она решетка, как в американских фильмах показывают. Он выглядел, ну, там был проснул, охранника позвал, по-арабски. Вот эти. Вот, понимаете, здесь пришел, он всем гур-гур-гур-гур-гур-гур-гур. Пообщались, пообщались. Потом такой, о, там, то, сё. Ну, отстал от меня. Потом они на полу расстелили несколько одеял. Взяли вот эту пищевую пленку тоненькую, ее положили, она прилипает к одеялу, а там в Митропольской тюрьме можно заказывать с улицы еду. И принесли рис с цыплята табака, ну, на гриле. Они прямо туда перевернули полосой. Все сели, там, 18 человек. И этот товар говорит, иди сюда, брат, иди сюда, там, то. Я пришел, сел. Он говорит, угощается там, то какой-то вежливый капец. И мне говорит, рашен? Я говорю, нет, не рашен. Нет, рашен, рашен, да? Я думаю, ну, ладно, рашен. Он говорит, ган, ган, ака, ака, та-та-та-та, ака? Я говорю, нет, нет, не ган. А, драк, драк, наркотики, наркотики, оружие у него с русскими. Раша-мафия? Я говорю, да нет, не раша-мафия. Похоже. Я понял, я так понял, что он не различает ФБР и Интерпол. Я думаю, раз американцы посадили парня в Саудовской Равии, то это русская мафия, причем жестко, мощно жестко. И он мне говорит, кто ты, кто ты? Как мне объяснить этот проман, про то, что меня отняли и так далее? И тут я вспомнил фильм, Шубшина, колено красное. Я ему говорю, бухгалтер, бухгалтер. Он такой, а, ты дугалтер русской мафии? Я, бухгалтер, да. Он такой, о, давай сотрудничать, мы сомалисты, мы тоже против них. Короче, там начали кинтоваться со мной. Блин, фигел, блин, 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 только мне этого еще не хватало. Наш финальный, традиционный вопрос. Угу. Блин, нет, давайте выйдем на улицу. Последний вопрос. Уже, видите, у нас все микрофоны сели за весь день. Да. Жму, видите, я болтун. Мы с вами снимаем видео для Ютьюба. А это значит, технологически оно переживет вас и меня. Возможно, да. Скорее всего. А это значит, что наши с вами пра-пра-пра-правнуки будут иметь доступ прямой к вам. Какой ты оптимист. Хорошо. Ну, я надеюсь на это хотя бы. Вот если бы у вас была возможность посмотреть видео со своим пра-пра-пра-прадедом, мне кажется, вы бы это сделали. Вы бы еще и мозг его восстановили. Да. Вот, возможно, они даже это смогут делать. Возможно. И представьте, что они вот искали, что там за пра-пра-пра-правнед жил, нашли это видео, домотали до вот этой секунды, и у вас есть возможность отправить одну минуту какое-то им сообщение. Вот прямое, адресное. Они будут знать, что на моем канале есть такой жанр. Вот будут знать, что на этой минуте можно послушать это. Вот поэтому посмотрите в камеру. Вот сюда. И под громкий лай собак скажите все, что вы хотите им сказать. Ну, прежде всего, найдите смысл твоей жизни. То, для чего вы пришли в этот мир. Потому что если вы не знаете, зачем пришли в этот мир, то вы живете зря. Поэтому я считаю, что самое главное в этой жизни – это понять, для чего ты здесь живешь, зачем ты пришел, и в чем твой вклад в этот мир. И этого будет достаточно. И это даст вам ощущение счастья на полной жизни, поток, деньги. И все, что вы хотите. Класс. Благодарю вас за сегодняшний день. Это было космически круто. Я думаю, что просто огромная ценность, которую вы создали для людей благодаря этому видео. Поэтому, ребята, в комментариях пишем самые большие открытия, которые произошли у вас за эти видео. И кому-то из вас достанется персональная книга с автографом от Маргулана. Благодарю. Жму руку. Все, на связи. Спасибо. Всем привет. Всем пока.